Знаменитый ясновидящий однажды сказал, что сможет предсказать ход бейсбольного матча, прежде чем он начнется. Как вы думаете, как ему это удастся? Вот вам подсказка. Мыслите нестандартно. Хотя что это значит, мыслить нестандартно? Откуда берутся гениальные идеи и нужно ли быть гением, чтобы придумать что-то необычное? А давайте сейчас и попробуем. Закроем глаза, попытаемся ни о чем не думать и подождем хорошую идею. Увы, ни одной блестящей идеи. Тогда как это работает? Неужели гениальная идея – это особое озарение, которое снисходит только на головы избранных? Нет, это не так. Идея, выражаясь современным языком, это ремикс из всего пережитого и всего обдуманного. Это сплетение всего, что вы читали, видели, слышали, ни больше, ни меньше. А как же Ньютон, которому на голову упало яблоко, спросите вы? Он же описал законы гравитации. А как же Майкл Джексон, который утверждал, что мелодия песни «Билли Джинн» стала для него неожиданным открытием? На самом деле Джексон был ярым трудоголиком и перфекционистом. И часами сидел в музыкальной студии в поисках нового звучания. И он его находил. А Ньютон сам признался, что заглянул так далеко только потому, что стоял на плечах гигантов-предшественников. Вот вам еще один пример. Прежде чем стать писательницей детективов, Агата Кристи была медсестрой и проработала фармацевтом в аптеке. И в результате 83 жертвы в ее книгах были отравлены. Вот и весь секрет. А это значит, что хорошая идея – это прежде всего результат стараний, и она доступна каждому. Но не стоит обманываться. Хорошая идея – это еще не все. Самое сложное – ее реализовать. Но не будем бежать впереди поезда и поговорим о творчестве. Причем о творчестве не просто как об искусстве, а как об особом мышлении, об умении находить нестандартные решения повседневным проблемам. Будь то написание нового шедевра, либо подбор обоев для гостиной. Его-то мы и назовем продуктивным мышлением. Как же включиться в творческий процесс? Где найти вдохновение для продуктивного мышления? Я перебрал множество советов и выбрал для вас пять основных идей. Первое. Будьте готовы к новым открытиям. Читайте что-то новое, посещайте новые заведения, занятия, слушайте новых музыкальных исполнителей. Возвращайтесь домой новой дорогой, будьте спонтанными. Стремитесь узнать больше о том, что вас вдохновляет. Наблюдайте за людьми и явлениями вокруг вас, как художники. Старайтесь увидеть привычные вещи под другим углом. Не ставьте перед собой преград, так как все возможно, пока не доказано обратное. Второе. Делайте заметки. Возьмите за правило носить с собой листки бумаги, тетрадку или блокнот для записи. Не думайте, что запомните идею. Они имеют свойство ускользать. Сразу записывайте их, а потом дорабатывайте или свободно избавляйтесь от них. А главное, цените свои идеи. Третье. Создавайте для себя ограничения. Самым явным примером ограничений являются рабочие сроки. Но существует и море других. Так, например, писатель Доктор Сьюз, который придумал истории о Лорекси, Хортоне и Гринче, как-то поспорил, что сможет придумать историю, в которой будет только 50 одних и тех же слов. В итоге появилась история «Зеленая яичница» и «Бекон». Четвертое. Отдыхайте, медитируйте, размышляйте. Наверняка вы замечали, что самые хорошие идеи приходят к нам, когда мы устали, хотим спать, принимаем душ или убираем в квартире. В это время мы думаем ни о чем и обо всем. Расслабление направляет поток наших мыслей в правильное русло. Поэтому не забывайте веселиться и отдыхать. Пятое. Творите постоянно. Пусть это будут мелочи, но из мелочей состоит жизнь. Невозможно ничего не делать и копить в себе силы. А потом в одночасье сотворить шедевры. Залогом творческого успеха являются именно кропотливые длительные тренировки. Не стоит от себя требовать звезд с неба. Просто положите перед собой лист бумаги, гитару, рабочие материалы и приступайте. Самое трудное – сделать первый шаг. И даже если вы упадете, вставайте и пробуйте снова. И, конечно же, всегда возвращайтесь за вдохновением к тем, кем восхищаетесь. Учитесь в них. И однажды вы окажетесь с ними в одном ряду. Итак, подведем итог. Будьте открытыми ко всему новому. Делайте заметки идей, которые вам покажутся хорошими. Ставьте для себя ограничения, как это делал доктор Сьюз. Веселитесь и непременно отдыхайте. А также творите по мелочам. Потому что однажды они перерастут во что-то большее. И чуть не забыл о загадке про ясновидящего, который обещал предсказать счет игры, прежде чем она начнется. Как он это сделает? Ответ прост. До начала игры счет всегда 0-0. Назовите самую лучшую игрушку на свете. Может быть, это кубик Рубика? Игровая приставка? Или, может, смартфон? Даю подсказку. Она есть у каждого из нас. Это наше воображение. Оно создало Шерлока Холмса. Благодаря ему печатают дома на 3D принтере. И именно оно заставляет ребенка верить в то, что игрушка в его руках живая. Но вместо того, чтобы использовать воображение, чтобы улучшить мир, мы боимся его, пренебрегаем им. И все потому, что большинство из нас не знают, как его использовать правильно. Большинство из нас используют свое воображение только до конца начальных классов. Детей поощряют не за нестандартное мышление, а за ответы, которые хотят от них слышать. Но как это научит их отвечать на те вопросы, на которые еще нет ответов? Например, как долететь до масса или сделать мантию-невидимку? Когда один из журналистов спросил Альберта Эйнштейна, что нужнее, знание или воображение, тот ответил. Необходимо и то, и другое. Но воображение куда важнее, так как знания ограничены, а воображение не имеет предела. Более того, исследования показывают, что слабое воображение может негативно сказаться на нашем психологическом здоровье. Без него мы чаще видим перед собой преграды. И когда не находим подходящего решения, впадаем в депрессию. Оказывается, любой навык можно развить при помощи воображения. Во время одного из исследований начинающих баскетболистов разделили на две команды. Одна команда должна была тренировать трехочковые броски на площадке. Другая у себя в уме. Причем вторая половина должна была во всех деталях. Представляете, как она бросает мяч, он летит и попадает в кольцо. Спустя две недели оказалось, что результаты обеих команд практически одинаковые. Наше воображение работает точно так же, как и мышцы. Если мы его не используем, со временем оно атрофируется. Поэтому если в последний раз вы пользовались воображением в детстве, то не удивляйтесь, что вам трудно мыслить нестандартно спустя столько лет. Но не волнуйтесь, это поправимо. Нужно лишь его разбудить. Чтобы начать фантазировать, найдите какое-нибудь тихое укромное местечко, где вы сможете погрузиться в себя. Если вам вдруг станет скучно, значит вы на верном пути. Потому что воображение начинается со спуки и ограничений. Продолжайте думать на интересующую вас тему. И одна мысль за другой, реальность отойдет на второй план. И воображение, каким бы странным и несуразным оно ни казалось, выйдет на сцену. Не пытайтесь подчинить его логике или каким-нибудь законам здравого смысла. И тогда оно перерастет во что-то большее. Не пугайтесь. Если что-то кажется трудным, это лишь значит, что вы на пороге чего-то значимого. Возьмите за правило придумывать необычные продолжения обычным событиям. И старайтесь увидеть в окружающих вас предметах и людях что-то нетривиальное. Даже если нашли решение. Нарисуйте мысленным взором еще парочку. А вдруг они окажутся лучше и не только помогут решить сложную задачу, но и разожгут вас неподдельный интерес и вдохновят. Чтобы подпитывать и обогащать свое воображение, делитесь идеями с друзьями и единомышленниками. Больше читайте, смотрите кино и найдите себе творческое хобби. Пишите, рисуйте, займитесь музыкой. Всем, что выходит за рамки привычной рутины. Старайтесь в процессе фантазирования не отвлекаться. Если почувствуете, что сбились, снова и снова возвращайтесь к потерянной мысли. Чем чаще вы будете практиковаться, тем лучше у вас будет получаться включать свое воображение где и когда угодно. Я специально не давал вам универсальное решение, лишь перечислил самые распространенные методы. Потому что знаю, что вы сможете придумать его сами. И оно будет лучше любого, что я смогу вам предложить. Начинать всегда непросто, но если вы будете пробовать снова и снова, вскоре вы даже не заметите, как перестали себя заставлять. Просто больше фантазируйте. Ну и, конечно же, мыслите продуктивно. Хорошенькое дело. Разгребать завалы в шкафу. У всех, видите ли, прямой эфир. Мне будто заняться больше нечем, только копаться в чужих вещах. Интересно, чей это? О, очки Дениса. Венок Лизы. Смотрите, я Лиза. Лиза, привет. Я, кажется, знаю, что с этим делать. Пачку Рафаэла, 12 марсов, 30 сникерсов. Какой странный умаший шарф. О, Катя, Катя, Катя. Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделала. 14 баунти, 20 пирожков, 15 упаковок сока. И, пожалуйста, запишите все это на Александра Дениса Кирилла. Вот, в общем, техношествие, киноловину. Еще рубрика с той страницы. Техношествие 2 сделала. Так это все Саша делает. Я знаю, поэтому сделай это хорошо. Маша Мандарина даже с пальцом. Да, Катя, еще. Если я вдруг потом не вспомню, что я все это говорила, не обращай внимания. Хорошо. Катя, Катя, подожди. Это все нужно на завтра. Хорошо. Ого. Я, конечно, знал, что вещи могут наэлектризоваться, но чтоб настолько... Да не. Дело скорее в том шкафу, где я их взял. Должно быть он волшебный, как тот, о котором писал Клайв Ю из своей книги «Лев, колдунья и Путинный шкаф». Ого. Такой силой нельзя злоупотреблять. И, конечно, главное вовремя остановиться. Да. Ну не прямо же сейчас. Когда Питер, Люси, Эдмунд и Сьюзан приезжают в загородное поместье профессора Дигари Керка, они обнаруживают там одного причудливого старика, которым оказывается сам профессор. Несколько человек-прислуги и больше, в общем-то, ничего. Правда, однажды, в этом самом доме, любопытство приводит маленькую Люси сквозь плотяной шкаф в сказочную страну под названием Нарния. Ее населяют необычные существа и говорящие животные. Но, к сожалению, долгие годы это прекрасное место было занесено снегом, сковано холодом и страхом. Виной всему белая ведьма. Прознав, что в Нарнию пробрались дети, она приказывает избавиться от них, так как боится старого пророчества, которое гласит, что с появления в Нарнии детей ее правлению придет конец. Чтобы спастись самим и вызволить сказочные земли из морозного заточения, дети отправляются в долгое путешествие. Их цель – разыскать мудрого и справедливого льва Аслана, который сможет дать отпор злобной ведьме раз и навсегда. Клайф Льюис признался, что книга Нарнии началась с образа, который обитал в его голове с 16 лет. Это был фаун. Он разгуливал по заснеженному лесу с зонтом в руках. Подобно сюжету книги, во время бомбежки Лондона к писателю приезжали погостить в Райзенхарст в трех милях от Оксфорда три девочки – Мэри, Маргарет и Кэтрин. Когда писателю было 4 года, его собаку сбила машина, и он просил себя звать именем пса – Джекси или Джеки. Так его и называли родные и близкие до конца его жизни. В 1951 году Льюис получил почетный чин члена Ордена Британской империи, но вскоре отказался от него, так как не хотел иметь никакого отношения к политике. Мне трудно дать совет о том, как следует писать. Все зависит от таланта и вовлеченности человека в это занятие. Мне кажется, он должен быть им очарован, если хочет стать писателем. Для меня писательство – как сильная жажда или нестерпимое желание почесаться, как сильный импульс. Поэтому, когда я ощущаю его, я должен высвободить его на бумагу. Некоторых писателей тяжело читать, некоторых легко. Лично я предпочитаю писать легко. Не существует какой-то определенной формулы, рецепта или программы, следуя которым можно стать писателем. Путей к этой профессии огромное множество. Что же это были последние 100 страниц в этом году в компании Клайва Льюиса? Хочу пожелать, чтобы в новом году, что бы ни случилось, вы всегда оставались с собой. Если у вас, конечно, нет волшебного шкафа. Что ж, ставьте закладку и до встречи. Интересно, у нас камазяки ничего не оставили? Пойду гляну. Простите, вам туда нельзя. Простите, вы куда? Это женский. Нет, не то, не то, не то, не то. Не то. А, это вы, я вас не заметил. Хотите историю? Избушка на корих ножках, летучий голландец, ходячий замок. У разных народов существует похожая легенда. О некоем строении, которое может изменять свое положение в пространстве, вопреки всем законам физики и здравого смысла. Все-таки не там вышел. Многие ломают голову над тем, как это возможно. Но вот вам загадка посложнее. Нет. Как найти идеальный подарок на Новый год? Ужасно. Нет, серьезно. Каждые 365 дней. Как можно праздновать Новый год так часто? Чего устал? Я знаю, это твоих рук дело. Кажется, придумал. Нашел. Нет, это было в прошлом году. Так, о чем это я? А, ходячий замок. Хорошо. В королевстве Ингария родиться самой старшей из троих детей считалось дурной приметой. Тот, на чью долю выпадала такая судьба, был обречен вести самую пресную и ничем не примечательную жизнь. Молодая девушка Софи Хеттер прекрасно знала об этом и даже свыклась с мыслью, что ей не суждено путешествовать, веселиться и тем более влюбиться. Пусть даже и в стране, где волшебники и сказочные существа живут рука об руку с людьми. Однажды болотная ведьма, приревновав ее к волшебнику Хуллу, превращает в старуху. И девушка, забыв о своем проклятии старшей сестры, отправляется в путешествие, чтобы развеять злые чары. В пути ее ждут новые друзья, знакомство с волшебниками и демонами, жизнь в ходячем замке и большое зло, справиться с которым ей поможет доброе сердце. И еще сюда, вот так. Лучший подарок, сделанный своими руками. Что за чушь? Нет, слишком мягко. В 1930-х годах идею книги «Ходячий замок» британская писательница Диане Уэн Джонс подсказал мальчик в один из ее визитов в школу. Он попросил написать о блуждающем здании. И с тех пор, как рассказ о нем появился на страницах книг, то замок замок стали видеть по улицам во всем мире. Как и главная героиня произведения, писательница была самой старшей из трех сестер. Когда она училась в колледже, то ее преподавателями были такие отъявленные фантазеры, как Клайф Юйс и Джон Толкин. То, не то, не то, не то. Диана Уэн Джонс говорит, чтобы написать хорошую книгу, напишите ту, которую бы хотели прочитать сами. Да что я вам рассказываю, пусть она сама вам все расскажет. Мне еще подарки сказать. Мне кажется, цель каждого человека понять, какой у него дар и как его использовать. Здорово, когда ребенок понимает, что в нем есть что-то особенное и что нужно только хорошенько это в себе поискать. Я убеждена, что каждый из нас по-своему гениален, и лишь нуждается в стимуле. Ни в коем случае нельзя сдаваться, пока не найдешь эту свою особенность. Но даже если вы нашли ее, вы можете остаться с носом, когда не ждете от себя много. Если вы думаете, что вам не дано, то вы ничего и не добьетесь. Если считаете, что вы среднестатистическая личность, то и застрянете на середине пути. Так что все зависит от вашего настроя. Я сдаюсь. Нет такого подарка, которое бы не испортило время. Если только, как я сразу не догадался, время. Застывшее время в твердой обложке. Капсула времени, которая позволяет перемещаться сквозь время и пространство. Вот оно. Ну, не совсем это, но мы на верном пути. Я в книжный магазин, а с вами мы еще увидимся до Нового года. Так что ставьте закладку и до встречи. В книжный! Если бы какие-то три-четыре десятилетия назад вы пришли в крупную студию Disney и предложили снять фильм с трехмерными персонажами, то вас попросту не стали бы слушать, так как в те времена эта идея казалась безумной. Сегодня же любой желающий может сделать трехмерную короткометражку, если у него есть мощный домашний компьютер. Хотите узнать как? Тогда усаживайтесь поудобнее. При должном желании создать трехмерную короткометражку можно и в одиночку. Но на это уйдет не меньше года, да и работать пусть в небольшом коллективе, но гораздо веселее. Что же касается полнометражной картины, то тут не обойтись без хорошо оборудованной студии и команды профессионалов. Но и при этом потребуется три-четыре года постоянного рабочего процесса. Однако, какой бы вариант, вы не выбрали, процесс, именуемый пайплайном, остается практически неизменным и делится на три важных стадии. Подготовку, препродакшн, создание или продакшн и финальную доработку, то есть постпродакшн. Может показаться, что делать мультфильмы то же самое, что снимать игровое кино, но подход кардинально отличается. Процесс похож на длинный производственный конвейер. Мультфильм переходит из отдела в отдел, но начинается все, как обычно, со сценария. После того, как сценарий утвержден, в игру вступают художники по раскадровке, которые с помощью огромного количества рисунков создают некое подобие комикса, именуемое визуальным сценарием или раскадровкой. Задача этих художников как можно увлекательней рассказать историю с помощью черновых рисунков. Уже на этом этапе к процессу подключаются монтажеры, которые собирают все эти кадры воедино. В один большой видеоролик они добавляют звуковые эффекты и черновые голоса, чтобы определиться с длительностью и привлекательностью сцен. Это видео станет основой для всего дальнейшего фильма. К этому моменту художники визуального наполнения начинают придумывать и пока что в двухмерном пространстве отрисовывать персонажей, окружение, цветовую карту и концепт арты. Последние представляют собой черновые иллюстрации, задачи которых при помощи цвета, форм и света передать атмосферу и настроение каждой сцены. Фильм должен быть внешне запоминающимся, поэтому художники по визуальному наполнению усаживаются за свои компьютеры или берут в руки карандаши, в зависимости от того, в какой области они трудятся, и начинают придумывать, как будет выглядеть фильм. Они разрабатывают все, от персонажей до окружения. Подготовительный процесс работы очень похож на препродакшен рисованных и кукольных мультфильмов, однако здесь их пути расходятся, так как за дело берутся 3D-дизайнеры. В отделе по созданию трехмерных моделей рисованные персонажи, реквизит и окружение наконец приобретают свой объем. Задача 3D-дизайнеров сделать так, чтобы компьютерная скульптура соответствовала оригинальному рисунку и была идеальной, под каким углом на нее не взгляни. Такой объект называют каркасной моделью, так как он состоит только из внешней оболочки и пока еще не умеет изменять свою форму и двигать конечностями. Это станет возможным только после того, как модели посетят отдел по риггингу или, выражаясь русским языком, отдел по созданию марионеток. В нашем отделе придумывают, как персонажи двигаются. Мы создаем все суставы, мышцы и жир под кожей. Мы придумываем, как будет деформироваться кожа. Каждая складочка, каждое выражение лица в фильме это наша работа. Благодаря нам аниматоры заставляют цифровую марионетку играть в кадре. Трехмерные модели уже наделили мускулатурой, но они по-прежнему мало чем отличаются от блеклых скульптур. Исправить это предстоит мастерам из отдела цветового и текстурного покрытия. Наша работа наделить поверхность объекта определенной текстурой и цветом, определить, как от нее будет отражаться свет. Мы работаем с библиотеками материалов, где у нас есть разные типы металлов, дерево, пластика и так далее. Все царапины, ржавчину, потемнение на объектах создаем именно мы. Трехмерные актеры готовы, декорации выставлены, реквизит заряжен, самое время их подружить. И займется этим отдел по превизуализации. У нас необычный отдел, потому что он находится на стыке препродакшена и продакшена. К нам поступает визуальный сценарий и затем мы воссоздаем его в трехмерном пространстве с использованием виртуальной камеры или снимаем сцену с живыми актерами, на которых закреплены датчики. После того, как черновая трехмерная локация готова, начинается финальная компоновка сцены. Так называется стадия подготовки к анимированию, в процессе которой персонажи устанавливаются на исходную позицию, наряжаются и выставляется базовый ракурс камеры, чтобы наконец передать эстафету аниматорам. Но об этом мы поговорим с вами уже в следующий раз. Популяризация трехмерных мультфильмов и упрощение процесса анимации мы сегодня во многом обязаны студии Pixar. И, как ни странно, Стиву Джобсу, который, поверив в этих ребят и в их самый отчаянный момент, вложил в них довольно приличные деньги. Основатели Pixar это выходцы Lucasfilms. И в то время, как создатель звездных войн Джордж Лукас хотел использовать графику только для создания киноэффектов, некоторые его коллеги, в числе которых был и нынешний президент Pixar Эд Кэтмелл, видели в ней гораздо больший потенциал. И оказались правы. Причина, по которой трехмерная анимация вытесняет рисованную, в ее более практичном применении. Больше не нужно прорисовывать 24 кадра, чтобы получить одну секунду мультфильма. Достаточно взять готовую марионетку и сменить положение ее суставов. Однако из-за того, что многие студии стремятся к полной реалистичности, аниматорам приходится работать со все большим количеством регуляторов, чтобы изменить какую-то отдельную деталь персонажа. К примеру, в картине «Как приручить дракона 2», чтобы оживить дракона без зубика приходилось манипулировать шестью тысячами регуляторов. Если сравнить анимацию с игровым кино, то мы выполняем роль актеров, потому что мы ищем исходные материалы в сети или записываем их в актерской комнате. Затем импортируем в программы и используем в качестве основы для анимации. Мы пытаемся передать характерные для персонажа черты, придумываем, как они ходят, говорят и двигаются. Одна из дополнительных сложностей при анимировании персонажей это сопутствующие атрибуты, такие как одежда, волосы, предметы в руках, их нужно проделывать вручную. Как правило, этим занимаются сотрудники отдела по эффектам персонажа. Похожая задача и у художников по спецэффектам. Правда, они отвечают не за отдельного героя, а за всю сцену целиком. Спектр нашей работы очень обширен, это и следы на полу, и листья, летящие по воздуху, и огонь, и дым, и так далее. Мы создаем эффекты, над которыми в игровом кино вы даже не задумываетесь. Также, если персонажи визуально изменяются в кадре, мы придумываем, как это будет выглядеть. Если в рисованной анимации толпу на заднем фоне можно более или менее оставить неподвижной, то в трехмерном мультфильме такая массовка бросится в глаза. Но анимировать еще и каждого фонового персонажа по отдельности явная трата времени и ресурсов. Мы создаем парочку ключевых движений и присваиваем их группе персонажей, задача которых ходить, открывать рот, покупать хот-доги и так далее. Все, что нужно для конкретной сцены. Потом мы берем все эти действия и присоединяем к мозговому центру, который решает, когда и какие действия предпринимать. В итоге все выглядит так, будто массовка живет собственной жизнью. Даже трехмерные мультфильмы не обходятся без рисунков. Все с той же целью экономии на последних стадиях продакшена за дело берутся художники рисованного окружения. Их задача дорисовать ту часть фона, которая находится за пределами трехмерной сцены. Причем сделать это так ловко, чтобы и зритель ничего не заподозрил. На этой стадии происходит озвучивание персонажей профессиональными актерами. Актеры не просто дарят персонажам свои голоса. Их личностные качества также влияют на то, как анимируются персонажи. Остался один немаловажный стрих, прежде чем мультфильм перейдет к финальной стадии. Это правильно выставить свет в кадре. Об этом сразу не задумываешься, но благодаря свету сцена может заиграть новыми красками. При правильном освещении создается не только глубина кадра, но и передается атмосфера. Становятся видимыми или наоборот уходят в тень те элементы, которые способствуют развитию сюжета. Мы берем готовые движения камеры, модели персонажей с текстурами, финальную анимацию и с помощью компьютерного света создаем световую карту, чтобы все выглядело как надо. Мы всегда ищем способы внести с помощью света больше эмоций, чтобы создать сцены, которые смогут передать историю. На последней стадии создания трехмерного мультфильма устраняются все недочеты, подчищаются и удаляются все погрешности, которые могли случайно появиться при переходе материала из одного отдела в другой. Прежде чем трехмерный мультфильм наконец будет закончен, композиторы пишут саундтрек, а потом проводится основательная работа со звуком, после чего нас всех приглашают в кинотеатры. Слышите? Пойдем проверим, что они натворили в этот раз. «Барсик» и не в этот раз. Потому что сейчас перед вами предстанут самые удивительные праздничные ели последних лет. На пятую грядку нашего елочного пьедестала взобралась рождественская ель, установленная в 2015 году на международной железнодорожной станции Сент-Панкрас в Лондоне. 14-метровый ствол был сплошь украшен плюшевыми игрушками. Медведи Винни-Пухи, Русалочки Ариэль, Слоны Дамбо и все их друзья. На плюшевой вечеринке Дисней зависало 2000 персонажей, а главной звездой на макушке выступал Микки Маус, который каждые 4 минуты разбрасывал на прохожих искусственный снег. Если же вам кажется, что все это пустая трата игрушек и рекламный фарс, то спешу вас успокоить. После того, как конструкцию разобрали, игрушки отправили в детские приюты. В том же 2015 году сердца дорогой публики покорила искусственная ель в азиатском торговом павильоне Куала-Лумпур. Дорогой, потому что металлический каркас высотой в 23 метра был украшен 175 тысячами драгоценных камней Сваровски. Ель без промедлений была занесена в малазийскую книгу рекордов. Общая стоимость кристальной елки составила 700 тысяч долларов. Кто-кто, а охранники центра точно не сомкнули глаз в новогоднюю ночь. Поглазеть на произведения ювелирного искусства мог любой посетитель торгового павильона. Вот только не любой посетитель мог туда попасть. Лиссабонская ель что украшает третью позицию нашего списка была неоднократно названа самой высокой во всей Европе. Из-за ее 75-метрового роста она в 2005 году появилась на одной из страниц Книги рекордов Гиннесса. Светодиодные шедевры установлены в этом году на торговой площади Прасаду Коммерсию состоит из 2 миллионов 350 тысяч микроогоньков 12 тысяч микросферических ламп 20 тысяч метров гирлянд и 400 метров неоновых огней. Такое обилие техники позволяет рисовать на поверхности ели при помощи компьютера различные узоры и рисунки. Как вы уже наверняка догадались освещение ели обходится в копеечку. Номинал этой копеечки от 1 до 2 миллионов евро которые оплачиваются различными спонсорами. В этом году центральная елка собирает пожертвования для детских приютов. И чем больше средств будет собрано, тем больше огней будет гореть на главной площади вплоть до 7 января 2018 года. В этом году всех любителей декоративно-прикладного искусства в британском музее королевы Виктории и принца Альберта ждет огромный сияющий сюрприз прямо при входе в здание. Декоратор Эс Делвин, которая прославилась дизайном сцены для Бейонсе, Кенни Уэста и Адель, постаралась вдохнуть в музейный вестибюль дух старого доброго Рождества и подтолкнуть всех посетителей к пению рождественских песен. Для этого она вместе с небольшой командой специалистов создала ель из маленьких дощечек, на которые с помощью проектора наносятся слова. Их может предложить любой желающий. И затем компьютерный алгоритм ищет в базе рождественских песен 19 века самую подходящую и начинает петь ее записанными заранее голосами хора. И, наконец, еловую ветвь первенства можно по праву присудить рождественской елке, которую ежегодно устанавливают под столетним куполом сети магазинов Галерей Лафаэт в Париже. Традиции украшать торговый центр праздничным деревом уже более десяти лет. Но ни разу не нашлось ни одного равнодушного, так как, прогуливаясь по магазину в новогодние праздники, вы словно попадаете в сказку. Потому что не только елка, но и витрины бутиков манят красочными инсталляциями. Каждый год выбирается абсолютно новая тема. Так, к примеру, в 2015 году ель была украшена золотыми и серебряными звездами и кометами, так как темой года были другие планеты. В 2016 году все вокруг облачили в белый цвет и с помощью бумаги создавали диковинных полярных зверей. В этом году с ноября по январь посетителей ждет рождественская красавица из надувных шаров. Каждые 10 минут под мотивы праздничной музыки шары оживают и заставляют всех прохожих застывать на месте, любуясь чарующим зрелищем. Что ж, пусть и у вас каждый день нового года будет как и украшение на этих прекрасных елях ярким и удивительным. Порой в попытке охладиться жарким летом мы идем на самые крайние меры. Но если ежедневно съедать ящик мороженого для вас слишком дорого и опасно, а в холодильнике не посидишь, так как там уже поселились соседи, то предлагаю сейчас же вместе посетить парочку самых морозных мест на земле. Пятое место в этом списке достается американской Аляске и местечку Проспект Крик. Когда-то здесь проживала экспедиция строителей, которым поручили возвести трансаляскинский нефтепровод. Задание, несмотря на условия, было выполнено. И как только строительство подошло к концу, рабочие смотали варежки и встали на лыжи. Что тут скажешь, согреться в таких краях очень непросто. 23 января 1971 года здесь был зафиксирован 62-градусный мороз при минимальной влажности. Уже в 1992 году в Проспект Крик прибыли строители мостов. Но и они вскоре сбежали оттуда. Теперь в этом уголке Аляски не души. На четвертой позиции, обскакав Америку, пританцовывает, переминая с ноги на ногу, заснеженная Канада. Поселение Снетч в регионе Юкон. Здесь самым лютым считается мороз, который 2 февраля 1947 года достиг минус 63 градусов Цельсия. До 1968 года здесь проживало около 30 человек, 20 из которых обслуживали посадочную полосу. Они обнаружили удивительную аномалию. В Снетч можно отчетливо услышать, что говорит собеседник, даже с расстояния в несколько километров. Увы, исследователям так и не удалось дать ответ на эту ледяную загадку. На третью ступень пьедестала самых зубодрожащих мест нашей планеты вскарабкалась Гренландия и Йог Норд-Айс. Зафиксировать рекордный минус 66,1 градуса Цельсия удалось британской северогренландской экспедиции под предводительством капитана Джеймса Симпсона в начале января 1954 года. Еще год смогли прожить в объятиях метелей путешественники, прежде чем уйти в Освояси. После чего в это место мало кто наведывался. А вот российское село Аймекон в Якутии может похвастаться не только посетителями, но и постоянным населением, превышающим 400 человек. Эти закаленные люди не боятся ни того, что на улице круглый год снег, ни того, что в декабре день длится всего три часа, ни рекордной температуры в минус 71,2 градуса Цельсия, зафиксированной в 1924 году. Аймекон по праву считается самым холодным местом на Земле с постоянным населением, отчего и занимает второе место в нашем списке. И, наконец, номер один. Место, где вы вряд ли встретите ларек с мороженым, и где наверняка летают пингвины, пока их никто не видит. Место, где выступала с концертом лишь рок-группа Металлика. Это Антарктида. Именно там расположена российская научная станция Восток, построенная еще в середине прошлого века. Этот континент можно назвать огромным кусочком льда, высотой в 3500 метров, который плавает на поверхности коктейля, смешанного из вот Тихого, Индийского и Атлантического океанов. В Антарктиде царит самая холодная на Земле температура, лишь потому, что до нее не доходят прямые солнечные лучи. Долгое время считалось, что ниже минус 89,2 градусов температура просто не сможет пасть. Но в 2010 году пролетающий над землей спутник зафиксировал новый мировой рекорд. Нечеловеческие минус 93,2 градуса Цельсия. Вот так, друзья. Каким бы способом вы не решились этим летом спасаться от жары, главное, не перестарайтесь и берегите себя. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова